Это новости большого тенниса. Разумеется, речь пойдет об олимпийском турнире, где у России будут медали. Главный вопрос, какой пробы они будут. Но вот скажите, многие ли из вас верили, что Хачанов будет в финале мужской сетки? На самом деле Карена сильно недооценивают, а между прочим, в этом сезоне Хачанов демонстрирует отличную игру. И как итог, выход в финал олимпийского турнира. В полуфинале была одержана безоговорочная победа над Кареной Бустой, которой ранее обыграл Медведева, а на Даниила Надежда, пожалуй, было побольше. Оценивать шансы на золото не хочу по всем соображениям. Будет как будет. Единственное, что отмечу, что в финале Хачанов встретится не с Новаком, как многие ожидали, а с Александром Зверевым, что вовсе не говорит о том, что будет проще. В финале женской сетки нас ждут Ван Дорусова, которая ранее обыграла главную фаворитку Наоми Осаку и Белинда Бенчич. Теннис в парах в целом я оцениваю как отдельный вид спорта. Не всегда логичный, но все же довольно интересный. И весьма обнадеживающие для нас события там развиваются. В мужском парном разряде наша сборная не будет представлена, собственно, как и в женском. Но пара Кудрметова и Веснина поборются за бронзу. А вот очень интересные события для нас разворачиваются в миксте, где пара Рублев и Павлюченкова встретятся в финале с Каратцевым и Весниной. А это значит, что у России точно золото и точно серебро. Вопрос у кого какие медали будут. В миксте наши показали волю к победе. Рублев и Павлюченкова в упорнейшей борьбе обыграли австралийскую пару. А Каратцев с Весниной выбили Джоковича и Стоянович. То есть наши смогли обойти первых ракеток мира. Каких-то особых предпочтений в этом финале у меня нет. Буду рад любому исходу. Но и хотелось бы просто насладиться хорошим теннисом. Среди теннисных болельщиков отношение к Олимпиаде довольно неоднозначное. Конечно, это почетно взять награду. Но главным достоинством Олимпийских игр это то, что на теннис посмотрят большее количество болельщиков. Тех, кто ранее мало или вообще не следил за теннисом. Мы же будем следить за финалами и попробуем взять ставку победы Хачанова. Если же вы хотите сделать ставку, то рекомендуем вам перейти по ссылке ниже в описании и ввести промокод LSTRIBUN. А за это 1xbet подарит вам отличный бонус до 6500 рублей на первый депозит. А мы в предвкушении. Ждем развязки. Это был Live Sporting Tribune. Спасибо за внимание.